Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Синий дракон, ты снял все свои платы? Да. Я хочу получить слово синего дракона, что больше никогда в этот дом и в это биополе не придешь. Дай слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Синий дракон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, бес. Ты все свое собрал уже? Все собрал, да. Сейчас. У него, кстати, есть эти гири и цепь. В доме тоже, да? Нет, она держит. Сейчас я с гуманоидом разберусь. Откуда ты гуманоид? Сириусом. Как долго ты находишься в этом доме? И почему ты здесь? Цель подключена. Портал над домом космический. И ты из портала вышел? Естественно. Ну, я спрашиваю, а сколько, как давно это было? Сколько ты находишься в этом доме? Порталом пять лет пользы. Пять лет. Хорошо. Какие энергии ты собирал в этом доме? Как ты воздействовал? У него плата стоит все энергии. Все энергии в доме? Нет, все энергии радушные. Он говорит, то есть по чакрам, энергетическим центрам энергии. Как магнит у него плата такая. Хорошо. Убирай свою плату. Выходи, собирай. Все, что ты оставил в этом доме, ничего не забывай. Эта плата стоит, это как коридор или как сказать, где лестница идет наверх. По большое пространство там стоит эта плата. Понятно. Там вариантов нет. Ты мимо не по-любому пройдешь, если тебе наверх надо. Именно в этом и заключается выбор места установки. Понятно. Понял. Я хочу сейчас сделать запрос. Ли, выйди, пожалуйста, со мной на связь. Приветствую. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь гуманоид с платами в матрице находится в доме. В человеке он не находился. Собирал все энергии радужные, которые только есть в доме. По моей части нет вопросов. У тебя есть что-то? Вышел из портала, который над домом. Мы сейчас будем его закрывать. Нет. Отпускаете портал закрыть. Хорошо. Гуманоид, я тебя отпускаю первый раз. Больше никогда не приходи в этот дом. Тебе это понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на 4 гуманоида. 1, 2, 3. Гуманоид забирает все, что принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Давай вернемся к этому порталу, который над домом. Подсвечу его красным цветом. Ты его видишь? Я его вижу. Он как воронка, но он больше как диск. Вот как у воронки есть. Хорошо. Открывая под этим порталом воронку, большую воронку в галактическое ядро, этот портал уходит туда на переработку вместе с фантомом и частицами портала. Сжигается, закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Пошли без. По дому, показывай мне портал, я их буду закрывать. Ну вот здесь находимся, как раз лестница, где идет наверх, под лестницей там портал. В этом месте внизу, открою воронку в галактическое ядро, портал, фантом портала, частица портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, опечатывай, растворяй. Идем дальше. Дальше. Это нижний этаж, туалет. И здесь пожилой человек живет. В этом туалете стена и портал. Под этой стеной внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантом портала, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, пошли дальше. На этом же этаже здесь, как фольга, труба большая, вот частично она попадает в портал. Под этой трубой внизу открываю воронку в галактическое ядро. 1, 2, 3. Портал, фантом портала и частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Дальше мы идем наверх по лестнице. Здесь комната, она как рабочая, длинная. Здесь два окна. Одно из окон ближе, которое к дивану. Это портал. Под этим окном внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантом портала, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, опечатываю, растворяю. Есть. Еще одна комната. Здесь углубление в стену идет. Это белый шкафчик и углубление в портал. Внизу в этом месте открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантом портала, частицы этого портала уходят на переработку. В чистую первичную энергию закрываю, опечатываю, растворяю. Есть. Камин. Он показывает, что ли, какой-то... Но он не хочет, не хотел он его показывать. Нравится ему этот портал. Бес. Тебе больше нравится этот камин или тебе нравится негатив, который ты никогда в жизни не соберешь столько, сколько я его соберу? Он говорит, что это мой любимый портал. Ну и что, а толку? Если я сейчас поставлю здесь 15 миллионов герц защиту, что ты будешь делать? Ты просто войдешь и сгоришь. Поэтому я и говорю, что здесь или ты работаешь со мной, кооперируй, или не кооперируй. Хорошо? Он говорит, что лучше гореть там, чем там. Камин показывает, лучше гореть там, чем гореть от этих энергий, которые ты говоришь. И не возразишь тебе. Хорошо. Под камином, открываю воронку в галактическое ядро, портал, фантом портала, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносятся. Закрываю, опечатываю, растворяю. Я еще не видел ни одного камина в доме, который бы не был порталом, вера. По-моему, все на 100% портала. Он говорит, что это зависит от того, насколько старые они, насколько есть интерференты в доме, которые смогли его открыть, портал через камин. А, еще не каждый может открыть через камин. Я еще не видел гуманоида, который из камина выходит. А вот и сверху космические... Это не их территория. Это не их территория. Значит, это ваша чистота. Все правильно. Хорошо? Именно то, куда ведут камины наши. В общем, хотя у верхних тоже есть определенные... Он говорит, наполнение под землей базы. Это мы знаем. Они живут здесь вместе с нами. Портал закрыт. Хорошо. Ты хорошо информирован, Бес. Итак, что у нас еще осталось? Все. Возвращаемся к клетке. И даю команду на счет три. Мысли и чувств. Пошел процесс. А знаешь, энергия собирается и Бес показывает еще одно место. Да. Потому что у нас собака зовет. И ее место возле какого-то зеркала, которое волнуется. Это место ей не нравится. Это не портал, но оно волнуется. Ты видишь это зеркало? Да. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, портал, фантом портала, частицы портала, на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрывая печаты, растеряя. Шары собрались? Кто? Шары собрались. Большие? Шары большие, да, оба. Под космическим открою воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрывая печаты, растворяя. Хорошо, Бес. Заслужил. Забираешь? Конечно. Отправляю Бес. Он показывает, какой он сильный стал. Хорошо, скажи. Вот мне чисто интересно. Я тебя сейчас отпускаю на твою чистоту. Ты прибываешь на свою чистоту. У тебя есть свой дом. Куда ты пойдешь? Или ты сразу? Нет, общество. А, у вас общество там, да? Пообщаюсь, пойду искать. Пообщаюсь, он имеет в виду, он пообменивается историей. И потом все развредаются искать энергии. То есть вы там временно собираетесь, а потом каждый идет в наш мир и собирает там на своей чистоте свои энергии, правильно? Энергии, которые мы приносим и делимся с тем, кто работает там. И есть те, кто там занят душами. Ах, вот как. И воспитанием. Так это, получается, у вас идет социальная какая-то, даже там какая-то программа? Если ты делишься своей энергией. Как и везде, что на земле, то под землей, что на земле, то наверху. Точная копия, зеркальная, только в обратную сторону. Ты обучался в школе? Проходил я вашей? Ну, как все, наверное, проходил. Все-таки 9 Гц. Я бы не называл это школой. Есть определенный устав. Скажи, ты был человеком раньше? Не было. Или ты первородный, значит, да? Угу. Просто ты хорошо информирован. Мне было с тобой интересно общаться. Не смею тебя больше задерживать. Ты все выполнил. Готов уходить? Готов. Открывается внизу порта против часовой стрелки. На чистоте Беса 1, 2, 3. И Бес забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Клетка у нас пустая. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Итак, у нас собака Фредис. На счет 3 перед тобой стоит тонкая копия собаки Фредис. 1, 2, 3. Фредис стоит перед нами. Она не стоит, она сделала круг, показывая, как она облеплена чужими энергиями. Хорошо, Фредис. Сейчас я все уберу, я специально пришел тебе помочь. Я слышал твою помощь, просьбу о помощи. Включай внутренний белый свет Фредису, этим светом выдавливается все негативное, патогенное, чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним в шар. Остается 100% собачьей энергии, все чужеродное выходит. Он говорит, что я сколько можно набираю на себя, но мне мешает это, я не могу избавляться, не знаю как. Фредис, мы пришли тебе специально помочь. Мы все порталы уже закрыли. В этом доме их было очень много. Сейчас заправим дом чистыми энергиями, поставим купол, никто больше не войдет в этот дом и никаких тебе капканов не поставят. Ты будешь здесь хозяином, как ты и хотел. Ну, он доволен внутри, но он не очень эмоциональный, он кивает, и он, ну как, счастлив по-своему. С него шар вышел. Отлично, он хочет просто спокойно жить. Открывая воронку в галактическое дро под этим шаром, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя, и даю команду на четыре макушку головы. Фредиса начинает поступать, необходимое количество ему собачьей энергии. Один, два, три. Потоки пошли, наполняет его, усиливает. Все необходимые ему цвета поступают. Чистота вибраций поднимается до комфортного уровня собачки. Пашу, подъем. Значит, Фредис не только хочет спокойной жизни, он хочет спокойствия для всех в этом доме. Тогда ему комфортно очень, и он считает, что он выполняет свою функцию, тогда, когда в доме все спокойно. Хорошо, мы передадим эту информацию хозяевам, чтобы Фредис себя чувствовал нормально. Он хочет, чтобы в доме было все спокойно. Да, он почему-то считает, что это его функция. А почему бы и нет, если, конечно, твоя функция. Ты для того, чтобы все в доме себя чувствовали защищенными. Комфортно, да. Комфортно, вот. Вот для этого ты и несешь свою службу, и несешь ты ее очень хорошо. А мы тебе поможем. Он показывает, что он видит этот тонкий мир, и он пытается защитить их от него. Поэтому он на себя нацеплялся только. Понятно, Фредис. Но эту работу собачке трудно будет самой сделать, поэтому мы пришли тебе помочь. И всем, кто в этом доме живет. И мы почти закончили. Он заправился? Да. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. Как ты себя чувствуешь сейчас? Много силы у него теперь для продолжения защиты. Мы очень рады. И ты хочешь еще что-то передать хозяевам? Есть у тебя какие-то желания? Может, корм тебе хочется другой или что-нибудь? Он говорит, что иногда кажется, что меня самого надо защищать. Но душа, я защитник. И я защищаю от тонкого мира, как могу. Ты воин. От тонкого негативного, он говорит. Ты воин и защитник этого дома. Конечно, ты защищаешь. Ты все правильно делаешь. Молодец. Мы тобой гордимся. А сейчас будем возвращать тебя назад в твою систему Биороба Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Как я и сказал, все порталы мы закрыли. Теперь ты здесь единственный хозяин. Больше уже никто из них не войдет. И энергии тоже не будет. Ну, а спокойствие в доме за это отвечают те, кто в этом доме живут. Мы передали эту информацию. Возвращаем тонкую копию Фредиса в его систему Биороба Душа. Он синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Он синхронизировался, голову подняло, как будто как повыл, что ли. То есть это он радость так выразил. О, вот так. У-у-у, знаю. Молодец. Хорошо. Готово. Отлично. Отключаемся от Фредиса. Идем дальше. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся от дома. Переносимся на земельный участок. Ты на земельном участке. Угу, где ты? По всему периметру земельного участка без дома. Устанавливается во дворе. Что-то она длинная, как паровоз-то клетка. Значит, много гостей. Арахноид. Гемон. Любитель свежего воздуха. Кошка. Птицы. Я не пойму, что это какой-то такой комок, как круг такой живой. Он шевелится весь. Хорошо, демон. Что это за круг? На постройке, ну, какие-то показывает. Там энергии собранные. Это эмоциональная энергия? Мога тыщет. Это на твоей чистоте? На моей. Хочешь получить? Да. Отправляет этот круг к демону. Готово. Идем дальше. Кто еще? Кошка, птица. Для воронки. Все? Да. Хорошо. Под воронками открываю портал в галактическое ядро. Воронки уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо. Птички. Выходите на свою чистоту. Да, они сгнили там хотят. Открываю портал на чистоте этих птиц. Один, два, три. И они уходят в светлый портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Они показали, как они упали. Их тела как растворились. Просто показывают сам момент падения на землю и растворения этих тел. Хорошо, сами не смогли уйти. Возможно, тут какие-то энергии были, которые не давали им выйти из этого. Нужно. Хорошо, кошки. Кошка одна, да? Кошечка, ты хочешь уйти на свою чистоту? Да, кошка одна хочет уйти. Хорошо. Открываю светлый портал на чистоте кошки. Один, два, три. И кошечка уходит в этот светлый портал. Кто? У нас остался арахноид и демон. Арахноид, выходи. Собирай все свое потомство, паутину. Все, что я на этом земельном участке оставил. Собирай, возвращайся назад. Приступай. Ой, у него несколько инкубаторов здесь. Так места сколько, Вера? Можно на полземли наследство оставить. Там постройки, еще теплица. Там у него есть инкубатор. Конечно, тепло, спокойно. Люди не так часто заходят. Если заходят, выходят и теряют энергию. А в этой постройке есть портал. Оттуда и вышла вот эта черная... Субстанция. Да, которая передвигалась там. Понял. Видишь этот портал? Да, я же... Открываю под этим порталом воронку в галактическое ядро. Портал, фантом портала, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрываю, печатаю, растворяю. Ждем арахноида. Ну, он собрал все, несколько инкубаторов вынес и получил... Хорошо, арахноид, я все буду здесь закрывать, найди себе новое место обитания, тебе это понятно. Угу. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Один, два, три. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, какой у нас демон? Четырнадцать. Четырнадцатегерцовый демон. Демон, ты здесь хозяйничал, да? Территория моя. Твоя, да. Ну, согласно волеизъявлению хозяева этой территории, он хочет ее очистить. Я тебе предлагаю следующий вариант. Ты сейчас выйдешь, соберешь все, что ты оставил, все свои ловушки на этом земельном участке. После этого покажешь мне еще все порталы открытые, я их закрою. И в дорогу я тебе могу собрать со всего земельного участка негатив и отдать в дорогу. Устраивает? А раз нужно уйти, согласен, на это. Их вариантов нет, но ты уходишь не с пустыми руками. Хорошо, выходи, собирай сначала все, что ты оставил, приступай. Он такое сравнение интересно делает. Он говорит, что в принципе он не находится физически там, он находится на тонком плане, параллельно физическому. Ну что происходит, как люди ставят теплицу, он показывает на них, делая, да, защищая вот это место, защищая то, что там растет. Да. А также вы будете ставить купол на тонкий план, поэтому я согласен уйти, чтобы не попасть в эту теплицу. Все верно. Он собрался. Немножко другой огонь. Понятно, хорошо. Итак, пошли по земельному участку, покажи мне порталы, я их закрою, и после этого соберу тебе негатив. Пошли. Он говорит, что здесь три портала и ведет куда-то. Давай. Вертикальный портал среди деревьев. Видишь его? Да. В этом месте, открывая воронку внизу в галактическое ядро 1, 2, 3, портал, фантом, порталы, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывая печатаю, растворяю. Готово. Еще он рассказывает, что космические порталы и нижние, это две большие разницы. Космические не открываются просто так. Там нужно определенное знание космической магии, а нижние мы можем открыть свои энергии, и они нам нужны для переходов и сбора негатива энергии. Поэтому мы дергаем людей, показывая другое в земле. В этом месте внизу под этим порталом, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантом, порталы, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывая печатаю, растворяю. Готово. Еще один тоже в земле, это бочка, что ли, синяя рядом. Хорошо. В этом месте внизу открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантом, порталы, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывая печатаю, растворяю. Готово. Все? Больше ничего нет? Нет. Возвращаемся к клетке И. Я даю команду на еще три эмоциональные энергии, эмоции, мысли и чувств. Пошел процесс. Ну вот эти эмоции, чувства, здесь даже какие-то темные, черные, такие энергии там клубятся в нем. Космические меньше. Под космическим открывая воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, демон, забираешь? Забираю. Отправляю этот шар демона. Хороший шар, готов. Хороший демон, у меня еще один вопрос. Вот я тебя сейчас отпускаю на твою чистоту. Вот ты придешь сейчас к себе домой. У тебя дом есть вообще? Или у вас какое-то место сбора? Или как это? Как мне это себе представить? Ну он показывает, он придет, он сейчас насыщенный вот этими энергиями, показывать будет всем, какой он сильный. И как долго ты задержишься в своем мире? Ты же потом пойдешь дальше искать энергии по порталам, правильно? Это есть моя жизнь. Искать энергии по порталам, пытаться. То есть своего дома как такового, как мы сейчас перед таким домом стоим, у тебя нет. Ни у кого у вас нет. Он смеется, еще скажи, детей завести. Нет, такого я не говорил. Как ты себе представляешь наш дом четыре стены? Смотри, какой у меня здесь шикарный дом и двор. Тоже верно. Здесь пошикарнее. И самому строить ничего не надо, а просто им владеть, да? Конечно. Сам вопрос. Ну вот ты спустился. Ты долго задержишься в своем мире на своей чистоте? Или ты пойдешь дальше? Я наполнен. У меня есть энергии. Да. Буду обходить места, которые мне нравятся. В моем мире посещу их. Пообщаюсь. Посмотрю на мучения. А там много. А там много у вас нашего мира, я так полагаю, да? Есть свои развлечения у вас. Души, ты говоришь? Души, да. Есть развлечения. Понятно. Ладно, хорошо, демон. Не смею тебя больше задерживать. Вопросов у меня больше нет. Ты готова уходить? Я бы пригласил тебя в гости. Как ты себе это представляешь? Ну, ты не пойдешь. Нет, конечно. Я же точно с такого мира, только сверху. Поэтому ни вы к нам не ходите, ни мы к вам не ходим. А вот здесь мы пересекаемся. Я считаю, можно интеллигентно пересекаться и кооперировать на определенных этапах. Хорошо. Готовы уходить? Готовы. Готовы. Открывается внизу портал против часовой стрелки на 4 демона 1, 2, 3. И демон забирает все, что принес и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. С того, как пентаграмму. А знаешь, как он интересно показал мир? Наш мир, он показал плоскость, от которой вверх и вниз идет в одну сторону черная, в другую белую. Это как Иниянь, то есть они идут снизу черти, демоны, бесы, демоны. Потом выше, выше у них своя иерархия есть, которая в самом-самом верху где-то сходит с другой белой иерархии. То есть это полное отражение черного и белого. И наша земля посередине, и на ней тоже черная и белая. Так и есть. Это и есть. 50 на 50 должно быть приблизительно, чтобы ни одна энергия не перетягивала. Говорит, приходи, хотел тебя в гости пригласить. Приезжайте к нам на Колумбу, не уж лучше вы к нам. Хорошо, Вера, мы здесь закончили, да? В смысле с демоном? Ну, ушел. Хорошо, под клеткой открывай воронку в галактическое ядро, клетка уходит на переработку, закрывай, опечатай, растворяй. Готова.